Приветствую, уважаемые друзья, с вами Игорь Жабин. И в нашем лидерском миллионерском марафоне от MLM лидеров нашей индустрии, в преддверии Международной ассамблеи лидеров, которая пройдет 6 июня в онлайне, бесплатно, приглашаем вас всех, мы встречаемся, я скажу так, с легендами. Люди, которые в нашей индустрии достигли наивысших высот. В преддверии тех важных событий, которые у нас с вами происходят, мы видим, что как важно находить новые профессии, как важно находить новые дела, новые направления, видоизменять, менять свои привычки для того, чтобы улучшить свою жизнь. И сегодня мои гости, люди, с которыми я с большой радостью познакомлюсь, мы не знакомы до этого времени, но их результаты ошеломляют, результаты на просторах в MLM индустрии. И сегодня пойдет речь о семейной паре, это вдвойне еще приятно о молодых родителях. Это люди, которые успевают воспитывать маленьких, я бы сказал так, грудных детей, но в то же время своими действиями быть чеком номер один. Что это значит? Я могу сказать со своей стороны, это огромнейший труд, это огромные трудозатраты, которые вкладывают они в свой бизнес, но в то же время мы понимаем, что за два года выйти в чек номер один в классическом маркетинге, и я бы сказал так, не на хайпе, а они сами создали хайп и создали тот результат, который сегодня они получают. Поэтому вам будет очень интересно, потому что напишите, кто из вас желает стать именно чеком номер один в своей компании. И знаете, это очень важно, когда несмотря на то, что в вашей компании много людей были до вас или может быть после вас, но вы точно приняли решение быть номер один, сегодня вы тоже знаете от Елены и Владимира Коваленко, ребят, которые стали номер один, не имея большого MLM опыта, а может быть даже и вообще не имея. Ребята, приветствую, рад вас видеть. Привет, привет. Привет, привет. Так, нам лучше на наушники дать, чтобы было без эхо. Мне прекрасно слышно, поэтому, ребят, я думаю, что все замечательно. Ваша энергия, она уже вдохновляет и показывает очень большие результаты. Ребят, давайте сразу скажите, сегодня вы чек номер один, сегодня в вашей команде десятки людей, которые получили автомобиль, люди, которые получили свои жилища, квартиры, обновили и улучшили свою жизнь. Откуда это все началось? Как вы пришли в MLM бизнес и, по большому счету, так скажем, мастодонтов в MLM бизнесе вы не значились до определенного момента, где вы сами раздвинули списки Forbes MLM и стали в этом списке? Как так произошло? Поделитесь. Супруге дам слово, потому что именно она была главной зачинщикой этой ситуации. Я очень рада всех приветствовать, Игорь, тоже очень рада вас приветствовать. Не знаю, помните ли вы нас, но когда-то мы встречались на одном мероприятии, которое вы организовали в Крыму. Поэтому мы с вами лично знакомы. Черноморская ривьера была. Да, это были наши какие-то попытки, такие мелкие попытки ворваться в сетевую, но они не увенчались успехом, потому что, наверное, мы еще серьезно были не готовы. Вот, и тогда было наше с вами первое знакомство. Всех приветствуем. Как у нас все было? Ну, очень часто почему-то, да, бывает такое, что женщина приходит в сетевой фермер, фермер, а мужчина, да, они более, наверное, упрямы чаще всего, и они считают, что компания, особенно в которой продукт это косметика, что это не для меня, не для мужчины, и они вот пытаются заниматься своими какими-то делами. А женщина, так как все-таки компания основана на косметике, она вовлекается быстрее. И уже потом муж или подтягивается, или не подтягивается. Так вот было и у нас. Как получилось? У нас был свой линейный бизнес. Онлайн тоже. Да, тоже он связан был с онлайн, но мы не были какими-то специалистами в онлайн-продвижении. То есть у нас было агентство, знакомство международное. Мы оказывали услуги переводов, ну, как, мужчина-женщина и переводили. Ну, и на этом было основано все, онлайн. В этом есть онлайн. А до этого, ну, так как мы оба из обычной советской семьи, да, то есть мой папа инженер-электрик, мама-экономист, у Владимира тоже. Кто у тебя, по-моему? Мама директор дома культуры, преподаватель, ну, танцы. Я 9 лет танцами занимался. Фу, это же круто. Народными, народными. Да, ну, то есть мы из обычной советской семьи. И долгое время мы были, как и полагается, да, наемными работниками. И даже думать не думали о своем бизнесе. Но потом как-то получилось, что, наверное, вот как женщины, они все-таки эмоциями живут многие. Да? Да, 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 да. Ну, так и было, Людмила, ну, так и было. Вот просто вот бывает такой щелк, и захотелось вдруг свой бизнес. Ну, вот у меня так было, да, и Владимир меня поддержал. То есть в нашем тандеме мы стараемся друг друга поддерживать, и действительно это очень большую роль играет. И сначала мы открыли линейный бизнес, достаточно успешно у нас все было, но потом как-то пошло вниз под воздействием большого количества обстоятельств. Мы что-то пробовали, да, вот, и строительный бизнес. Да, разные бизнесы, какие-то успешные, менее успешные, но потом вот как раз было предложение Лени от ее подруги. Да, то есть мне, я уже родила первую дочь, и она уже была, более-менее подросла, около года ей было, и мне позвонила моя знакомая. Она не была еще тогда моей близкой подругой, это сейчас наша судьба так связала на фоне бизнеса, она стала наша кума, покрестила нашу вторую дочку, да, то есть на фоне сетевого бизнеса очень часто люди, я заметила, или становятся из друзей-врагами, бывает такое, или наоборот, из дальних знакомых становятся друзьями и очень близкими людьми. И она просто позвонила мне и сказала, Лен, есть платная тема, я сама, правда, 20 дней назад в эту тему влезла, но это новое, это такое интересное. На что я ей сказала, это сетевой, ты знаешь, это не мое, ну вот, все по классику, да, она работала, все вот прям, да. И, ну, она мне закинула удочку, а потом второй раз она как бы уже, то есть, это моя рекомендация, не бойтесь предложить второй и третий раз, потому что на самом деле, да, особенно у женщин, может быть такое, что сегодня ей не хочется, а завтра, ну, а почему бы нет. Ну, вот и у меня так было, когда она позвонила второй раз и пригласила на встречу, а приехал крупный лидер, да, компанией, партнером, которым мы являемся, собственно говоря, я подумала, почему-то не поехать. Я тогда недавно только права получила и без вопа еще за руль не садилась. И первый раз села, да, вот закинула удочку, поподробнее просят. Я расскажу, да, еще подробнее. И я поехала первый раз за рулем, приехала на это мероприятие, я парковалась 10 минут, матюкалась, все как положено, блондинки, да, и в итоге все-таки я услышала топового лидера, и мне это как бы зашло. А что зашло? Одно ключевая фраза. Быть первой. Быть первой в своем регионе. Каждый щелкает свои моменты. Я, видимо, настолько амбициозна, мне очень нравится быть первой, да, поэтому очень важно выявлять потребности каждого индивидуума, потому что, ну, иногда человеку нужно что-то определенное. Надавили на нужный рычажок. Да. Знаете, эта фраза «ты можешь быть первым» в твоей стране или в твоем регионе, она входит в топ-5 фраз, как хантить, соответственно, людей, и на самом деле удивительно, что эту фразу вы услышали, что называется жетон. Володь, а как произошло, что ты подключился? У вас классный бизнес, у вас агентство, инфобизнес, вы развиваетесь. Вот я тоже пришел за Ламарой, она тоже передает привет, она сейчас трансляции, и удивится, что мы знакомы ранее, очень круто. Так вот, коллеги, что, Володь, конкретно у тебя служило таким жетоном, когда ты сказал, все, все закрываю, объединяю с Леной и вместе начинаем двигаться? Я помню тот день, когда Лена пришла с вот этой встречи и заходит и говорит, мы открываем новый бизнес. В смысле? Она говорит, все, классная тема, я был против. Ну как бы, я не то, что мы не будем, она мне сказала мудрую фразу, она говорит, помоги мне, я хочу, чтобы было, у тебя вот есть агентство, ты его ведешь, да, а я хочу вот свое, как женщина, чтобы мне вот, сможешь мне помочь? Ну и я как воин, там, защитник, сказал, окей, давай, не вопрос, буду тебе помогать. Ну, она мудро поступила, она не начала мне там рассказывать о величайшей возможности, она сказала, что она сама, я помощник. И начал я просто ей помогать. Меня мало вообще кто знал. Моя задача, мы разделили обязанности, моя задача была приводить, ну, создавать трафик в команду, то есть, чтобы люди узнавали ее, приходили, а она уже занималась рекрутингом. Вот, и у нас эта модель успешно работала. Но, как я именно принял решение, как раз-таки это были тяжелые времена, когда и там, и сям, и хочется, я себя искал, я не мог себя найти, я и разность бизнеса же, говорю, пробовал, потому что там уже просели. И я уходил, ну, эту историю уже знают, партнерился с Алексом Алимским, мы развивали Pride. Как развивали? Мне понравилась идея обучения. Я, в принципе, почему мы с тобой знакомы ранее, потому что мы, я пришел не на идею бизнеса, а меня Артем Житков привел на идею личностного роста. То есть, мне понравилось это развитие, движуха. Я пришел туда не за деньгами, я пришел за этой движухой, что-то изучать интересное для себя. И туда я также пошел. Но потом у нас уже стала очень большая структура, и Лена была уже в положении, Доринка наша, я понимал, что ей тяжело. И она мне говорит, Вов, я уже сама не вытягиваю. И тогда я принял решение, что окей, будем вместе. То есть, я выхожу уже тоже, ну, как лидерскую позицию беру и начинаю работать с командой, и все остальное светится, потому что она уже сама не могла. А как бы хобби, которое она решила, ну, изначально, это хобби, попробую развить бизнес, перераскиваю в большую структуру, большие объемы, и, соответственно, уже все. И так, скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста, Лен, а думала ли ты, что вот твое желание перерастет не просто лидером региона, а вы сегодня первые человеки компании, а это, можно сказать, лидеры практически, я даже не знаю, сколько стран входит в вашу команду. Сколько стран? Игорь, повтори, пожалуйста, оно зависло, и мы не услышали. Лен, скажи, пожалуйста, ожидала ли ты, что вот с этого хобби, с этого увлечения вы станете не только лидером региона, а вы станете первым человеком компании и всей компании на всех территориях, где она работает? Вот это была мечта изначально, цель? Первые два года нет, реально нет. То есть мы вышли за три месяца на первый лидерский статус и открыли офис в городе, да? И то есть мы, в принципе, так как у нас мышление было купи-продай, я всю жизнь в торговле, потом у меня второе образование – это иностранные языки, английская филология. Но, в принципе, я всю жизнь работала в торговле, и я этот бизнес не могла понять до конца. Я сегодня писала сценарий к своему видео, хочу завтра видео снять о секретах успеха, как добиться успеха в сетевом. И я поняла, что мы не росли, потому что у нас не было четкой веры в этот бизнес и веры в себя, что мы можем достичь результата. И первые два года мы просто обслуживали дистрибьюторов, мы открыли офис и занимались оптовой продажей, по сути, да? Это не сетевой, и мы не могли понять сути самой системы сетевого бизнеса, поэтому, в принципе, мы в него не верили, да? Мы приехали на первую ассамблею, мы увидели первых чеков, для нас это были какие-то небожители, я не верила, честно. И через два года, после того, как мы занимались вот этой деятельностью, мы не росли, но я поняла, что здесь можно что-то другое увидеть. Есть же люди, да, которые растут, получают совершенно другие деньги, получают почести другие, и у нас мы стали на таком распуте бросить вообще, мы хотели просто бросить этот бизнес, да, мы устали, это была сплошная нервотрепка, потому что мы понимали, что что-то мы не то делаем, или бросить, или запустить этот бизнес по-новому. И я помню, что ко мне пришли мои друзья, и они услышали, точнее, мы знали, что у нас есть там премия, да, определенные миллионы евро, ну, когда ты пройдешь весь маркетинг-план, да, есть такая премия. Но вот мы знали, что она есть, но как-то вот не вникали в нее, да, почему важно все через себя пропустить. И к нам пришел друг и сказал, что мы говорили, что у вас есть такая премия. Я не знаю, что щелкнуло у меня тогда в голове, но я поняла, что почему бы не поставить своей целью в этой компании пройти весь маркетинг. Почему у меня каждый месяц стоит цель дотянуть вы до перволидерской квалификации. Так было в течение двух лет, да. То есть нужно всегда ставить себе максимальную планку, вот прям максимальную. Перенести себя в будущее, побыть вот в этом состоянии, когда ты уже, да, на самой верхушке. И поверить в это, когда ты поверишь в бизнес и поверишь в то, что ты в этом бизнесе можешь достичь самого высокого результата, у тебя резко начинается рост. Ну, естественно, если еще действия какие-то прилагать. Вот вера – это то, что руководила. Поэтому мы, когда два года эти прошли, мы все-таки выбрали идти дальше, да, могли бы бросить все. Я поэтому тоже как бы всегда говорю, терпение и… Если вам нет неуспешных, есть нетерпеливые. Да. Слушайте, ну вот эта история, как говорится, на миллион. И те ребята, ваши знакомые, которые пришли к вам в гости, и вы начали обсуждать маркетинг-план, и посмотрели сами же на свое предложение другими глазами. То есть, ребята, вы тем должны хороший коньяк. Это очень круто. Это очень круто. Они на шифровом пьяни, впрочем. У нас там все на мази. Круто. Слушайте, ребята, ну вот смотрите, вот настолько крутая история, что те люди, которые нас сейчас слышат или услышат, что вы реально поменяли парадигму, потому что вы были обслуживающим звеном. Вы приходили, обслуживали партнеров, консультантов. Это невероятно, потому что та идея, которая была склада держателей предыдущего бизнеса, да, которой было важно было занять территорию. И вы настолько классно шагнули вверх, потому что многие не видят сетевого бизнеса, они только видят в рамках своего бутика красоты, салона красоты. Да, это надо. Но лидерская позиция, вот всегда Ламар говорит, что когда ты смотришь на последнюю рамку, что ты делаешь? Ты представляешь, сколько у тебя будет лидеров, ты этот товароборот, какой товароборот нужно сделать, чтобы закрыть самую высокую ступень в компании BSE у вас? Именно в деньгах? В деньгах мы не считали ни разу. В деньгах не считали, мы считаем по количеству лидеров. У нас 23 лидера, и они должны быть столько человек. У каждого по 5 лидеров. Смотрите, 23 лидера, по 5 лидеров бриллиантов, и все случилось. И миллион ваш. Круто. Поэтому мне очень нравится ваша стратегия. Я пошел. Мне уже нужно миллион заработать. Окей. Хорошо. Значит, когда вы осознали, сегодня у вас большая ответственность, у вас сегодня огромная международная команда. Как вы справляетесь с двумя прекрасными волшебными детьми, да? И как ваш режим, на что вы акцентируете внимание? Именно стратегическое управление с командой? Или же вот иногда бывают такие там, чего-то нет, какой-то позиции, кому-то что-то баллы, не баллы. Как вы работаете? Мы охватываем все. Потому что когда большая команда, и у нас позиция такая, что это же бизнес отношений. И здесь нужно не то, что ты вот вырастил лидера, она у тебя, ячейка, которая сам по себе. Нет. Мы помогаем, стараемся. У нас неважно. Если к нам обращаются люди с глубины, 23-я какой-нибудь мы вообще не знаем, мы всегда отвечаем. И это, ну, людей зажигает. И для меня было очень большим таким, знаешь, удивлением, когда нам люди говорили, что, слушай, а вот в другой компании я был, и чтобы там с топ-лидером вот так вот поговорить, там нужно что-то сделать, специальную квалификацию, сколько-то баллов. Для меня это было дико. И вот открытость, она людей подтягивает. И нам комфортно с ними общаться, и им комфортно с нами. Мы ежедневно прописываем план действий. Сейчас мы еще вот в команде запустили штуку, называется «Майская революция», где вся наша команда каждый день в общий чат кидает цели на день, и потом в конце вечера делает анализ, что сделала, что не сделала, почему так произошло. Вот, и мы здесь порабатываем, мы занимаемся и рекрутингом, мы занимаемся вопросами в примсовете, потому что мы ходим в прелегированный совет компании, там тоже насущные вопросы для развития, связанные с развитием компании. Вот, и у МАТа это очень кайфун, потому что мы как-то, как сказать… Мы чувствуем себя, наверное, одними из создателей. Я уже могу так сказать. Влияем на развитие, на рост того, что будет, и каждый день на связи с лидерами, помогаем, но очень важно еще, мы ежедневно обучаемся. Вот, что очень важно. Я помню слова Ламары, и я все время об этом говорю. Она когда-то, я вот был на вашем уступлении, она сказала, что в бизнесе есть определенный потолок, когда ты достиг потолка, ты не можешь его пробить, что делать? В моей картине мира раньше было что? Кидай, ой, бери больше, кидай дальше, пока ты отдыхаешь. Хочешь больше денег? Бери, больше работай. Но потом я понял, что это не работает. Фишка в том, что нужно развиваться. И когда мы приняли решение развиваться, как личностно, духовно и в маркетинге, да, именно тогда у нас так вот квантовый скачок. Это и дало нам вот этот рост за два года выйти в топы. Потому что мы начали развитие. И сейчас ежедневно мы развиваемся. Ну и, соответственно, это дает огромный толчок. Ребята, мы знаем, что у вас очень четкая система обучения, которую вы построили сами, Елена и Владимир, не ожидая от компании ничего. Вы сами инвестировали, вы сами разработали, вы писали ролики. Это большая работа, мы знаем. И сегодня сколько времени вы это готовили, сколько вы денег вложили, чтобы люди слышали? Потому что у некоторых позиция, что компания дай-дай-дай, но вы это сделали сами. Мы, так как у нас большая команда, раньше школу, когда мы пришли в онлайн, мы создавали сами. По чуть-чуть там взяли, по чуть-чуть там. И мы сделали площадку, где могли дублицировать свои знания. Но это дало нам хороший рост. Но я могу сказать, что мы ее не сами создали. Вот то, что есть сейчас, у нас появилось много лидеров с уникальными знаниями. У каждого своя. Кто-то крутой психолог, кто-то переговорщик, кто-то маркетолог. И у нас появилось много команд. И мы сделали что? Ну как, ты же понимаешь, да, когда большая структура, у каждого свои команды, мини-команды. Мы решили объединить все команды в единую. Мы сделали такую синергию, назвали digital band, то есть цифровая банда. И все знания, которые у наших лидеров есть, у наших менеджеров. Потому что мы учимся не только у лидеров. У нас позиция, что человек, который только пришел в бизнес, может нас научить. Вот, учимся у каждого. И мы создали на этих уникальных знаниях школу, все структурировали. Что мы туда вложили? У нас там есть и психологическая поддержка. Потому что когда человек приходит в бизнес, а часто это люди из наемного труда, правильно? У них свои определенные тараканы, грубо говоря. Вот, мы это прорабатываем. Мы прорабатываем переговоры. Учим людей копирайдингу. В общем, я говорю так, что мы создали новый формат диджитал-бизнеса в рамках компании BIC, где человек строит свой онлайн-бизнес с готовой пошаговой моделью онлайн или оффлайн. Мы даем выбор. Хочешь оффлайн развиваться, то есть магазины, склады, как мы делали, либо онлайн. И обучаем маркетинговым инструментам. И благодаря всему этому происходит рост. Сколько мы вложили, конкретную цифру не подсчитывали, но точно могу сказать, что более миллиона рублей в нашей образовательной платформе зарыто. То есть раньше мы покупали недорогие обычные. По мере доходов ты как бы учишься. Последние тренинги, которые я проходил, 150 тысяч платил за 4 дня обучения. Я летал в Москву, там коучинги личные, постоянно. И все это мы пропускаем через себя, выдаем. Также наши лидеры обучаются, все это адаптируется и на эту платформу. То есть мы сделали так, что человек пошагово. Один, два, три, четыре. Это боль. Это была наша боль. И мы ее воплотили, чтобы люди, кто приходят, они могли. Я вот сразу помню, ты говоришь, что человек, когда приходит в бизнес, у него есть три вопроса. Куда попал, что нужно делать и кто будет помогать. Блин, первые. Такие красавчики. Мне аж приятно, что кому-то это очень полезно и, соответственно, решает вопрос. На самом деле есть такое понятие, Елена, как ты думаешь, нет пророка в своем Отечестве. Много людей вас не слышат и учатся где-то на стороне, а потом говорят, Елена Владимировна, вы были правы. Есть такие ситуации, потому что очень часто, я уважаю мнение людей, объясню почему. Потому что очень часто люди, которые приходят, они уходят от системы наемного труда и в них просыпается, наверное, предприниматель. И они приходят, а когда мы им пытаемся навязать свою систему, они же ушли от предыдущей системы, они хотят что-то свое. Поэтому им кажется, что они имеют силы пойти научиться на стороне и уже создать такую же школу, к примеру. Но не у всех, к сожалению, это получается. Хотя есть и такие люди, которые действительно настолько все быстро схватывают, они привносят какие-то обучения. И мы с помощью того, что они где-то на стороне сами обучаются, потом понимают, что пока они не могут еще независимо быть в своей отдельной системе, они объединяются и отдают эти знания в нашу школу. И я хочу сказать, что успех равно синергии. Никогда один человек не сделает результат. И когда мы поняли, что на самом деле, если мы создадим такое содружество людей, которые на одной волне, вот действительно у них очень похожее у нас с ними мышление с нашими партнерами, мировоззрение, мы делим друг с другом, да, то вот это и будет самая большая сила. Люди, которые от нас уходят, а от нас уходят лидеры, люди в различных статусах, это совершенно нормально. Мы никогда, если вначале мы очень сильно переживали и искали причину, да, вот может быть мы не такие, сейчас мы стали понимать, что если от тебя уходит человек, у него просто совершенно другая энергетика, у него другое мышление. Если он когда-то к тебе притянулся, возможно, тогда вы и были на одной похожей волне, но может быть мы начали там развиваться в другом направлении и с ними уже стали непохожими. Поэтому они уходят туда, где похожие с ними люди, да, то есть это всё на энергетическом уровне. И если ушёл от тебя человек не твой, да, скажем так, тебе придёт два человека твоих. Это круто, потому что работать нужно с теми партнёрами, с которыми тебе кайфово. Мы любим радоваться каждой минуте жизни, да, у нас лозунг кайфуй, потому что иначе смысл вообще жить, смысл развивать бизнес, смысл рожать детей, да, всё должно быть в кайфе. И я ещё хотела добавить, как мы совмещаем, да, вот рождение детей. Это на самом деле всегда причины, там, ой, у меня два ребёнка, я не могу, когда же мне работать. У нас в команде девушка топ-3, да, она в нашей структуре. У неё, она недавно родила шестого ребёнка. И когда мы ей пытаемся, там, сказать, ну, ты же в положении, она начинает длиться и говорит, я что, больная? Беременность – это что, болезнь? И начинает работать ещё активней. То есть ей не мешают, да, дети, дети – её мотивация. И если ты горишь, да, горишь тем, что делаешь, если ты кайфуешь от каждой минуты своей жизни, ну, как-то так получается, да, что ты всё успеваешь. Ты успеваешь с ребёнком побыть, да, то есть ты не психуешь, не нервничаешь, не тратишь на это свою энергию. Вот, я не успеваю. Но и очень нам всё-таки помогло то, что мы прошли тренинг личностного роста, с глубоким погружением. Мы вышли оттуда реально немножечко другими людьми. Вот перепрошить мозги можно, действительно. Что у нас поменялось? Мы перестали конфликтовать на пустом месте. А ведь когда ты конфликтуешь, на это уходит столько энергии и времени, что ты не успеваешь делать ничего другого. Поэтому я всегда говорю, нужно в себя вкладывать. Обязательно в свои мозги, если ты чувствуешь, что что-то с тобой не так, да, не пытайся перекроить всё вокруг, а пойди и попробуй с собой поработать. Это даст очень крутые результаты. Браво. Слушайте, столько детей, а на чек номер один по детям. Это круто. У нас в команде таких много женщин. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, вот последнее время мы видим с коронавирусом, с определенными изменениями, алгоритмами в жизни, изменение подхода. Как поменялся ли у вас подход к бизнесу? Если как, то в чем? Может быть, это больше какой-то интернет направленности, и вы выбрали именно вашу сейчас стратегию. Как вы развиваетесь? И какие изменения вы увидели за последние, может быть, полгода, год? Я скажу так, что так как мы перешли в онлайн, весь наш бизнес и вся наша структура, она в принципе построена на онлайне. И бизнес мы ведем онлайн. И многие партнеры, которые приходят, они тоже все в онлайне. Чтобы что-то изменилось кардинально, я не скажу. Ну вот чтобы у нас что-то поменялось. Потому что мы изначально направлены на то, чтобы развивать бизнес цифровой. Потому что для нас цифровая модель уже ведения бизнеса. Но могу сказать следующее, что появилось больше возможностей, появилось больше времени у людей, кто стал сидеть дома. И, соответственно, это разоватая жила, которую стоит использовать. То есть наша задача – познакомить большее количество людей с уникальной возможностью сетевого предпринимателя. Вот. И все. Я так считаю. Можно я добавлю? У нас партнеры есть, которые ходили на работу или же у них был какой-то линейный бизнес. И сейчас, когда в принципе люди этого многие лишились, они даже, некоторые стали больше уделять внимание именно сетевому. Плюс стало больше заявок, да, с той же рекламы. Больше стало приходить людей, интересоваться, что за бизнес, именно потому что они потеряли работу. То есть, конечно, лучше всегда смотреть на ситуацию с позитивной точки зрения. Да, мы все понимаем. Конечно, есть много минусов в этой ситуации. Но если мы будем впадать в эти минусы, то как бы мы пойдем в явную. Сменить мы не можем, да. Приходится только подстраиваться. Да. То есть, как бы в каждом кризисе, как говорится, для сетевого маркетинга наоборот это взлет. В каждом кризисе. Такая есть тенденция. Сегодня мы видим, что отчеты всех сетевых компаний в этот период очень положительные, динамические. И мы понимаем, что когда кризис, сетевые компании растут. Как вы считаете, что перейдет ли многие компании, которые на земле, перейдут ли они в онлайн? Или все-таки будут продолжать упираться и работать на земле? Сетевые компании? Да. Ну, я не могу сказать, перейдут или нет, но имеет смысл обратить на это внимание. То есть, возможно, даже не компании, все зависит от лидеров, которые в этой компании, готовы ли они развиваться и применять те инструменты. Я скажу так, что когда мы перешли в онлайн, то многие лидеры, ну, был костяк один в компании, сейчас он поменялся абсолютно, они в смысле онлайн, что вы там, так куда, вот встреча, звонок, все хорошо. И они не верили и с нас смеялись даже. Понимаешь? А потом, когда мы начали набирать обороты, понятно, надо что-то делать. И начали спрашивать, разбираться в этом. Поэтому, если найдет мудрость, у этих людей, а я надеюсь, что это так и будет, то они рассмотрят возможность перейти в онлайн. Потому что, ну, рынок, он все цифровый, он же, как бы это печально не было, прежним он не будет. Будет что-то новое, новое, новая волна, еще какие-то. И тот человек, который не перешел в онлайн, сможет ли он еще раз пережить вот такой кризис? Те, кто работают в офлайне просто. Поэтому, если не подстроиться, то тебя просто система выдавит. И те, кто смотрит вот, прям мой эфир себе вот галочку имеет смысл поставить. Я так считаю. Скажите, пожалуйста, за эти почти уже пять месяцев, какие ваши три самых важных достижения? Не только в бизнесе, а вообще. Так, я скажу, мое главное достижение, я создал Алекс Алимску, это вы знаете, Алекс Алимскова, это человек, который, могу сказать так, что в нашей семье, вот он поменял нашу жизнь, на 360 раз вернул, и я вместе с ним создал совместный проект, обучающий проект, где мы обучаем сетевиков. Он свою экспертность, я свою, мы с энергией такую сделали, и очень крутые рюкзаты получаются. Для меня раньше это было что-то, ну, это знаешь, как вот я ученик, пришел к своему учителю, и потом вместе с учителем мы сделали крутой продукт, который взрывает рынок. Для меня это очень большое достижение, в первую очередь, для себя, потому что я понял, что я могу, я достоин, как бы, да, есть результат. И что эксперт такого уровня увидел в меня тоже эксперта и сказал, давай вместе, взял бузырку, и мы погнали. Вот это для меня большое достижение. Это один. Елена? Я стала больше гармонизироваться вот в данной ситуации. Ну, наверное, просто из-за того, что стало больше времени проводить с семьей, я поняла, что чтобы все совмещать, нужно, во-первых, заняться более платформным планированием, потому что, ну, планирование, это действительно то, что элементарно тебя продвигает, делает твою жизнь проще, но мы почему-то все время его отодвигаем на задний план. Я очень активно стала заниматься этой тематикой, я записала серию видео, уроков, да, на нашем канале YouTube, может любой посмотреть. Именно вот, я прям для женщин записала. Я стала заниматься больше своей женственностью, очень много марафонов стала проходить именно на тематику женственности и целеполагания, стала работать над своими мечтами, целями, да, потому что на самом деле правильно прописать цели и мечты это тоже надо уметь. И это очень серьезная работа. Стала больше уделять времени детям, потому что старшая дочь, она стала, перестала ходить в садик, но сейчас, правда, уже опять пошла. И это на самом деле нелегко для женщины-предпринимателя, когда два ребенка дома, да, благо мама помогает нам. папа, знаете, одевает наушники, говорит, меня тут нету, меня не трогать. А мама и с телефоном, и с одной, и с вторая, да, то есть нужна гармонизация, потому что у тебя есть выбор или впадать в депрессию на всех, кричать и делать ад в семье, или все-таки научиться гармонии и быть самой собой, да, ну, в хорошем смысле этого слова. А именно женщине, женщина это очень творческая личность, а женщина, если начинает пахать, она становится мужчиной, да, женщине нужно творить, и я вот очень сильно стала развиваться в этом направлении именно вот в последнее время, да, потому что все этому сопутствует. И учить этому свою команду обязательно, я для них где-то мама-психолог уже. Третье достижение, я бы сказал, наверное, так, что в нашей команде мы запустили новые проекты обучающие совместно с лидерами, которые дали классные результаты. Люди начали сильнее вовлекаться, получать больше результатов. Для меня это достижение, что мы собрались в непростое время, сжались от пружины и выстрелили. Спасибо тем лидерам, спасибо ребятам, кто в команде, что они смотрят вместе с нами, один век заняли и работают для достижения своих целей и для изменения жизни людей, которые вокруг их. Это получается, ты говоришь, что не только о бизнесе, получилось все в бизнесе. но я могу сказать, что для нас детям больше женственность, про то, что больше семье, детям. На самом деле это очень классно, потому что уже через призву нашего времени с Ламарой мы оборачиваемся, я бы добавил самого большого внимания детям, потому что все, что вы делаете и мы все, это ради детей в том числе, а получается, что упускается то самое ценное время, пока они растут, пока мы в наушниках или в чем-то другом, но вот это очень круто, что вы успеваете молодцы занимать топовую позицию в компании, очень сильно руководить большой командой, но и в то же время уделять время семье и детям, это очень важно. В вашем режиме дня поздно ли ложитесь, рано встаете, сколько за компьютером, есть ли время, когда вы все отключаете только семьей, или же бывает момент, когда надо отвечать, отвечать на телефоны, на звонки, на вопросы? Я скажу, тогда помню, да? Могу так сказать, что в целом сетевой бизнес, мы его определяем, как это наш стиль жизни, то есть мы, получается, ну я для себя сейчас не разделяю, как-то это мухи отдельно, как и это отдельно, стиль жизни, свобода, путешествия, и оно интегрировалось в ежедневный график, то есть утром я ребенка в садик, пока в пробке там ответил, воскресенье у нас всегда семейный день, мы вот от всего отстраняемся, к друзьям, шашлык, времяпровождение, встречи, ну то есть разгружаем мозг, потому что закипят платы, как говорится, вот, ну и в течение дня по возможности я всегда с детьми, но если мне нужно что-то решить, то на тебе все, благо наш бизнес, вот он, вот этой вот коробочке, да, и с помощью него мы можем его везде вести, удаленно, в этом весь кайф, поэтому я вижу, как мои дети растут, да, как они обучаются, я и на кружки могу отвезти, и здесь вместе с ними полепить что-то, поэтому все это интегрировано, ложусь я в 12 час ночи, примерно так, мне комфортно, вот, пытался раньше, но что-то не получается, знаю, что надо раньше ложиться, раньше вставать, но я полдня раскачиваюсь, могу о себе сказать, я полдня раскачиваюсь, мне до обеда нужно вот разогнать энергию, пока вот детей отвез, пока что-то вот для себя поделал, почитал, я вот к обету разогнался, и потом я включаюсь уже конкретно в работу, на самом деле, так как у нас еще ребенок маленький второй, она до сих пор еще плохо ночью спит, и я прям благодарна судьбе, что у меня муж воспитана таким отцом, у которого нет разделения обязанностей на мужские и женские, то есть если нужно помочь убрать в доме, или что-то приготовить, или отвезти ребенка в садик, то нет такого, все должна делать женщина, и это большой плюс, я могу, допустим, утром, ночью, например, у меня ребенок просыпается несколько раз, я, соответственно, не усыпаюсь, но я могу утром ему в 7 утра принести ее, и дальше до 9 поспать, поэтому, в принципе, как бы мы живем той жизнью, которая нам нравится, да, и очень круто, что мы кайфуем, потому что если ты не получаешь этого удовольствия, для тебя такая жизнь будет в тягость, я утром просыпаюсь, мне хочется сразу в телефон посмотреть, как там моя любимая команда, что новенького, чем помочь, то есть это вторая жизнь, и я всегда говорю, сетевой это вторая семья, вот для нас это так, это не просто там какие-то, да, сетевые замашки, сектантские, да, что моя вторая семья, нет, это действительно так, потому что тебе туда хочется бежать, и тебе хочется с этими людьми проводить время, ты кайфуешь от этого, так же, как ты это делаешь с своей семьей, и поэтому мы гармонизированы в этом смысле, а те люди, для которых сетевой, ну, это не мое, и он в него пришел, и продолжает мучаться, да, ну, зачем себя мучать, но если это прям вот так вот не твое, иди занимайся тем, что твое, на самом деле, не все должны быть в сетевом, хотя мы пытаемся, очень часто, на начальных этапах притащить сюда всех, я всегда говорю, если человек нашел себя, он занимается любимым делом, не тащи его, он будет там твоя вуза, потому что ты его будешь бегать за ним, и заставлять, ну, пожалуйста, сделай хоть что-нибудь, а смысл, нужно партнериться с теми, кто получает так же удовольствие, как и ты. Ну, вот я могу сказать, что у нас в команде, благодаря сетевому бизнесу, многие ребята раскрылись, вообще по-новому, кто-то прям стал крутым психологом, запустил женский марафон, и большое количество женщин, нам 200-300 уже прошли их курсы, и они прям счастливы, и человек уже, ну, пришел на одну идею, а занимается другой, там другие начали спорт, там вовлекать все здоровое питание, и все, они здесь именно себя поняли, придя все того, что я могу именно вот так вот развиваться, ну, нашли себе силы, энергию, время, все это сделать, прям люди меняются реально кардинально, каждый находит себя. Точно, я согласен, что трансформационный тренинг в МЛМ все проходим мы, и можем открыться вообще в других ипостасях, найти что-то свое. Мы часто проводим общие такие индустриальные мероприятия, то есть мы собираем, объединяем индустрию МЛМ, собираем разные компании, разные сферы, и проводим большие занятия. И вот 6 июня в онлайне будет самая большая такая онлайн-трансляция МЛМ-предпринимателей со всего мира, с Америки, с Англии, с Польши, с Чехии, с России, с Казахстана, с разных стран. Как вы относитесь к МЛМ-образованию, и что вы делаете сами, потому что вам всегда быть на голову выше надо для своих людей, потому что знания постоянно вам нужно откуда-то доставать. Как вы развиваетесь, и что вы посоветуете нашим зрителям, ну, в качестве вашего кейса, потому что сегодня вы первые чеки компании, сегодня у вас структура огромная, и результат, что называется, шикарный. Начну, но я, у нас связь была, показано, что связь плохая, и мы не слышали полностью вопроса. Как вы ищете новые знания в сетевом бизнесе? Я рассказал через призму то, что мы проводим и 6 июня. В интернете будет самое большое такое событие, именно ассамблей. Когда я увидел, что у вас в компании проходят ассамблеи, я думаю, прикольное название такое, которое проходит везде. Межсетевая ассамблея, которая будет 6 июня в интернете. Как вы черпаете знания для МЛМ? Где вы развиваетесь? Что вы читаете? Где вы учитесь? Я могу сказать так, что мы учимся не всегда у МЛМ-предпринимателей, МЛМ-коучей, бизнес-тренеров, потому что есть запрос разобраться в маркетинге или в переговорах. Мы конкретно идем к человеку, который занимается топовый специалист в этом. Мы у него обучаемся, потом через себя это пропускаем, накладываем на сетевую модель и выдаем. Ну, паркетом, соответственно. Если нам нужно разобраться в воронках, точно так же. Мы ищем лучшего специалиста в воронках. Смотрим, отвлекаются ли, ну, это я так выбираю, отвлекаются ли мне жизненные принципы этого человека. Вообще, как он человек мне тоже отвлекается. Если все окей, я тогда вступаю к нему в обучение. Опять-таки, получаю, через себя пропускаю и выдаю. У меня всегда так происходит. Мероприятия, что я ездил. Да, и постоянно езжу на мероприятия, на конференции и в Киев, и в Москву. И, кстати, я был на первой ассамблее MLM. Первая, ну, тогда была. В Москве я на нее попал. Вот, приезжайте 5 сентября в Москву, в Крокус-Сити уже, где будет оффлайн. Лен, скажи, пожалуйста, ты бы хотела, чтобы ваши дети продолжили MLM-бизнес, или вы не будете так, ну, форсировать это дело? Форсировать не будем ни в коем случае, потому что ребенок должен выбрать то, что действительно ему по душе. Но наша дочь, уже будучи 4-х лет, когда мы ей задавали вопрос, чем ты будешь заниматься? У нее был ответ. Три вида бизнеса. Значит, тату-салон у нее. Потому что папа, папа. Потому что папа, да, он астанулированный. Все. Второе, магазин кукол Лол, потому что это тренд. Ну и, конечно, Биоси. Конечно, да. Хотя, почему я говорю, очень важно показывать детям пример своего успеха. Дети будут делать то, что делаем мы. Если мы будем воровать, они будут воровать. Если мы будем работать на дядю или тетю, да, то это будет у них в голове, что это норма. У нас дети уже растут, то есть у них нет другого понимания, чем они будут заниматься, кроме как строить свой бизнес. И я, например, этому безумно как мать рада, потому что я понимаю, что ребенку уже не нужно будет перекраивать мозги. Это достаточно сложно. Когда приходит человек, перепрошитый, да, изначально системой под наемного работника, помочь ему стать предпринимателем, это очень сложная работа, трудоемкая. И не каждый по-честному к этому готов. Он, может, и хочет. Но там столько в голове установок, да, с которыми надо работать очень долго и профессионально. Поэтому очень важно развиваться, когда саморазвитие тебе даст результат. И я скажу так, что в дополнение мы, ну, ребенок сам будет, конечно, выбирать. Мы его будем направлять, но решение, я думаю, что он примет самостоятельно. Ребята, очень много все-таки людей не достигают результата в MLM бизнесе. Как вы думаете, в чем причина и что вы можете порекомендовать таким людям? Ну, вот я как раз началась с того, что не достигают люди, по той причине, что они не готовы быть предпринимателями. Предпринимательство – это в первую очередь предпринимателями именно, да. Может быть, нам повезло, что мы уже до этого были в бизнесе. И мы понимаем, что бизнес – это ответственность, которая ложится полностью на тебя. А люди, которые всю жизнь жили по системе, школа, да, в садик, школа, университет, наемный труд. Ты пришел утром, тебе дали задание, сказали, что через месяц ты получишь фиксированную сумму. Ты отбыл свое вот это наказание вечером, да, ты ушел и пошел пить пиво там под сериалы, да, или с друзьями. И человек, который приходит в бизнес, он здесь психологически ожидает того же. Ему тяжело взять вот так резко, перестроиться и настроить свои мозги на предпринимательство, потому что ты должен взять себя в руки, самоорганизоваться и должен поменять мышление. Тебе надо понять, что тебе через месяц могут не заплатить фиксированную ставку, если ты не выполнишь определенные действия. И что ты как в бизнесе должен сначала вложиться, а потом ты постепенно начинаешь получать. И вот это самая большая проблема. То есть мы ждем от людей, что они придут, мозг их пересчелкнет, да, и они станут предпринимателями. Поэтому и такое маленькое количество в принципе становится предпринимателями, даже не в сетевом бизнесе. Я, например, порекомендую вот что. Чтобы человек пришел, ну, это нужно с ним прорабатывать, да. То есть я рассказываю о том человеку, что представь, что ты открыл свой ресторан, например, да. Ты вложил миллион в него, и ты понимаешь, что только через месяц ты начнешь получать уже первые деньги, да. А сначала это будет отработка этого миллиона. Вот как бы ты работал, если бы ты открыл собственный ресторан? С какой энергетикой, с какими силами и так далее, да. То есть тут нужна работа над каждым человеком, чтобы донести до него суть. И не надо обещаний каких-то. Все, через месяц ты там будешь получать сумму. Нужно дать ему срок, прописать сумму, которую он хочет, спросить ему в первую очередь, какую ты хочешь сумму. Потому что мы иногда кричим, давай, 300 тысяч, а человек не готов. Он испугается и убежит. 20 тысяч готов, ну, это в основном то, что он получал все предыдущие годы вместе. 20 тысяч, смотри, если ты с нуля, то мы идем вот такими вот шажочками, конкретными. Ему надо прописать, по каким шагам он идет к этой двадцатке своей, чтобы он по чуть-чуть, по чуть-чуть к ней шел. А не так. 20 тысяч будет, но когда и что делать, непонятно. Нужно взять, ну, это вот уже такие глобальные советы, взять на себя ответственность, ответственность, поверить в себя и в бизнес, не стесняться его, поверить, что ты здесь заработаешь. Построить план для достижения конкретной цели и каждый день просто системное действие. Я могу еще сказать секретный ингредиент. Я его долго искал для себя, и это то, что позволило нам выстрелить. Ну, понятно, системные действия, делать-делать-будет. Нет, это вообще не важно. Это фигня. Самый главный ингредиент. Когда ты пришел в сетевой бизнес, как мы думаем, это вот компания «Дяди», ну, по сути, как бы мы говорим о том, что это бизнес наш, но есть генеральный директор, да, или собственник. Вот когда мы для себя приняли решение, что это не бизнес нашего генерального директора, да, ни собственника, ни создателя там формы, что это лично мой бизнес. Именно для меня сидят в Москве на удаленке маркетологи, бухгалтера, юристы, логистика. Они работают на меня ежедневно для того, чтобы я мог создавать товарооборот. Это мой бизнес, и я решаю, что здесь будет. Я выстраиваю свой план, как делать, обучаю команду, не компанию. И когда мы начали именно в этом ключе двигаться, что это не их компания, это моя, в смысле, я решаю здесь. Вот тогда вот эта вот энергия и позволила сделать крутые результаты. Я не перестал перекладывать ответственность. Есть какое-то, ну, во всех сетевых компаниях есть какие-то вечно, да, вопросы, проблемы, потому что рост определенный идет, да, что-то там, то не получилось, то. И я не ждал, пока решит кто-то. Мы еще тогда были просто первая ступенька лидерская. Ну что мы там? Ну никто, никто нас толком и не знает. Мы не помнят, как раз видели. Мы через генерального, ой, мы через директора по продажам выходили на связь, говорили, давайте вот это, давайте вот это, а нужно вот это. И таким образом мы влияли на развитие. И наше отношение к делу сыграло очень важную роль. Когда ты решаешь сам для себя, что это твоя, твой бизнес, твоя компания, ты вообще по-другому действуешь, ты вообще по-другому думаешь, ты по-другому решаешь вопрос. Вот те, кто вот сомневается, быть или не быть, вот примите для себя, вот к зеркалу подойдите и прям договоритесь. Мы так, серьезно, мы так и сделали. И именно тогда это возбужило такой отправной точкой, что мы начали и обучаться, и работать, и внедрять все. Вот это тот самый, я его долго, реально, я его долго искал. Сейчас вам обдаю. Слушай, ну круто, Елена Владимировна, это же классно, представляете, у вас на удаленке работают в Москве маркетологи, директор финансов, геморрой весь туда, а вы занимаетесь именно масштабированной системой. Елена, вот тут я бы сказал такой в хорошем смысле женский вопрос, да. Моя семья против, что я работаю в сетевом, но я им говорю, что у меня все получится, они мне не верят. Понимаешь, как тяжело человеку, которого близкий. Тебе так повезло, ты пришла к Владимиру и сказала, помоги, и он тебе помог. Что ты порекомендуешь, или может быть у вас уже есть кейсы, когда вот так пишут ребята, и нам очень хочется, чтобы хотя бы мы передали вот эту частичку веры и скажем, что у нее все получится. Да, я всегда говорю, женщина, а что ты сделала такого, чтобы муж тебе поверил? Мужчина верит, когда видит деньги. И чаще всего, ну простите, девочки, я всегда на вашей стороне, но я просто хочу это проговорить, так как с пользой для вас. Очень часто происходит такая ситуация. Девочка идет в сетевой и занимается там ерундой. Особенно, если это, например, компания, где нужно действительно делать большой каждый месяц личный товарооборот. Что она делает? Она идет к мужу, говорит, дай мне денег, сейчас допустим крутой бизнес. Вот, бля, буду, как говорится. Простите, да, но я должна была это сказать. Ну, чтобы муж прям поверил. Он дает ей денег, верит ей, да, это же его вторая половинка. Значит, и она берет, накупает целую кучу продукции, она у нее, значит, стоит в шкафу. Проходит месяц, она идет, говорит, мне надо делать следующее ЛТО, дай мне еще денег. В итоге полквартиры занимает коробка там с косметикой, к примеру, да. Это хорошо, если косметика, а если инфопродукт, то ничего вообще он не видит. И она говорит, а почему ты в меня не веришь? Причем бывает такое, что она меняет одну компанию, вторую, и годами ходит по сетевым компаниям, но на самом деле ничего не делая, просто складируя дома продукцию. Как мужчина должен поддерживать такую женщину? Сделай первые шаги, покажи доходы, чтобы мужчина видел, что будет рост. Может, он к тебе присоединится. У нас есть очень крутой кейс, я знаю, что скоро эфир закончится, сейчас постараюсь быстро сказать. Один из наших бриллиантовых партнеров, она как раз-таки у нее был в одной из компаний неуспех, и когда она уходила и приходила в нашу компанию, муж ей сказал, если здесь у тебя не получится, мы разведемся, я тебе обещаю. И у нее получилось. Они на сцене теперь рассказывают этот кейс. Это очень круто, потому что она его реально достала. Ну вот, да. И теперь у нее есть результат. Я сейчас еще тоже добавлю. Тоже девушки часто, кстати, вот обращаются из команды ко мне и говорят, слушай, что муж против, что делать? Я говорю так, что разговор открытым сердцем. Ты приходишь и адекватно объясняешь мужу. Говорю, что, слушай, дорогой, так и так, я здесь, я хочу. Помоги мне. Если не хочешь помогать, просто не мешай. Да, мне там 3 минуты, 3 минуты, осталось 3 минуты эфира просто. Там 3 месяца я буду делать. И, соответственно, если, ну еще при этом сказать, что это я делаю не для себя, это для семьи, для того, чтобы нашим детям и тебе, и мне, чтобы мы начали жить по-другому. Давай попробуем. Адекватный мужик, адекватный, не тот, который с короны на голове я сказал и все, твое слово не имеет никакого значения в нашей семье. Адекватный мужик, если ты ему мягко рассказала, донесла, он скажет, окей, и будет наблюдать за тем. А уже потом зависит от тебя, делаешь ты что-то, делаешь ли ты правильные действия или имитируешь бурную деятельность. Вот здесь уже вопрос. Здесь нужно, ну, поэтапно разбираться в этом. И часто, очень часто это работает. Круто. Спасибо большое. Я уверен, что наш зритель получил ответ. Ребят, я, в свою очередь, с Ломарой, желаю, чтобы то новое, что вы делаете и доказали уже на практике своим результатом, вы продолжали. Учили нас, учили всех тех, которые, может быть, где-то подзастряли, где-то, может быть, используют не те методы, но ваш метод, он доказал в практике, что вы начинали, когда вас еще никто не знал, сегодня вас знает не просто компания БСИ, а уже большое мировое МЛМ-сообщество. Благодарю вас вот за ваше вдохновение и за ваш большой труд, потому что это невероятно, но результативно. Желаю вам огромных успехов, счастья, здоровья, просветания вашим замечательным детям, тьфу-тьфу, ну, и, конечно же, радости на протяжении этого пути, потому что самое главное это радость того пути, который вы сейчас проходите. Вы точно заработаете свой миллион и не один, а десятки, поэтому та большая команда, которая вас поддерживала в прямом эфире, желаю вам, конечно же, чтобы вы сделали этих ребят Елену Владимировну лучшими в компании БСИ и быстрее закрыли вот тот ранг, где с премией в один миллион евро. Спасибо вам. Спасибо, дорогой, спасибо. Огромная благодарность, Игорь, и всем зрителям за поддержку. Игорь, вы такой лучик с солнца, и когда я вас увидела вот первый раз, вы для меня были образец лидера сетевой индустрии, это действительно так, и сейчас было приятно вас увидеть снова, и очень почетно, что у нас будет такой замечательный прямой эфир. Вам с Ламарой всего-всего самого лучшего, пусть все на ваши цели.